Внесение в Конституцию Российской Федерации поправок о запрете отчуждения территорий страны – это своевременная и важная мера, которая позволит укрепить суверенитет России. Так, например, в нашей стране могут быть созданы федеральные территории. Это дает право федеральным властям выделить какую-то территорию из зоны ответственности регионов или муниципалитетов, чтобы управлять ей напрямую, если местные чиновники не справляются. Запрещено исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции. То есть законы России важнее международных. Когда какая-то организация или государство будет чего-то требовать от нас, всегда можно будет указать на эту норму – сначала законы страны, а потом уже остальное. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям, не допускаются. То есть границы между субъектами Российской Федерации не могут быть изменены с их взаимного согласия. Все решает федеральная власть. Большинство изменений необходимы для обновления власти, но часть адресована именно народу. Например, поправки, касающиеся социальной сферы. Минимальный размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума. Индексация пенсий не реже одного раза в год. А еще в основном законе прописывают обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат. Эта поправка не позволит чиновникам в любой ситуации заморозить индексацию. В Конституцию вносят поправку о Боге. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Говорится в поправке. Новая норма будет соседствовать с формулировками из первой главы Конституции, что Россия – светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Семейные ценности станут частью Конституции, а дети – важнейшим приоритетом государственной политики России. Новая поправка не предполагает того, что власти будут вмешиваться во внутренние дела семьи. Поддержку государство получат все, вне зависимости от того, полная это семья или нет. И самое главное – новая норма позволит сохранить традиционные ценности.